Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Урбанистика» и ее ведущий Александр Минаков. Мы говорим в этой программе о проблемах, с которыми сталкиваются современные города, говорим о том, какие есть способы решения этих проблем и о том, что ждет города в будущем, и, конечно, наш город Санкт-Петербург. Для этого мы приглашаем экспертов, архитекторов, транспортников, специалистов по городскому планированию, социологов и девелоперов. И, конечно, это, как правило, передовые специалисты в своих областях, и они имеют определенный дар, имеют определенные знания, чтобы предвидеть будущее и, может быть, позволить нам с вами тоже заглянуть одним глазом туда и посмотреть, как будет развиваться наш город и другие города нашей страны в ближайшем будущем. Сегодняшний наш гость представляет как раз сообщество девелоперов. Это помощник президента по развитию GC Development Group, компания, которая достаточно давно и успешно развивает торговый комплекс Grand Canyon на севере нашего города. И зовут его Борис Юшенков. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. Спасибо, что вы согласились прийти к нам в гости. И, наверное, я бы начал разговор буквально с двух слов о том, кто такие девелоперы и чем они занимаются. Попробую ответить. Девелопер – это человек или компания, которая занята тем, что приобретает или получает каким-то образом объект недвижимости, развивает его. Ну, в общем случае, допустим, это участок земли, где ничего нет, этот участок приобретается. Девелоперы следуют, что именно на этом участке следует построить, что будет наиболее выгодно, наиболее нужно для людей. Потом это проектирует, согласовывает, строит, если надо, заполняет арендаторами, а потом продает. Вот классическое определение девелопера именно такое. Но в Советском Союзе, простите, в России, девелопер часто ничего не продает, а продолжает владеть. Его все равно продолжают называть девелопером. Я не знаю, почему. То есть, вообще, ключевая цель девелоперов именно создать что-то с нуля, и развить, и продать. To develop, по-английски, это развитие. То есть, по сути, девелоперы – это такие серийные стартаперы. Развивальщики, да. Понятно. Ну, вы работаете в компании, которая занимается развитием торговых комплексов, в частности, Гранд Каньон, о котором мы говорили. И какова, на ваш взгляд, как профессионала сегодня ситуация с вот такими объектами недвижимости в Санкт-Петербурге? Ну, когда я буду говорить о таких объектах, я все-таки наш торговый комплекс вынесу за скобки. Давайте вынесли. А вообще, да, потому что я не хочу говорить про него плохо, мне вот очень нравится. И я участвовал в его, с самого начала, с 98-го года я был вовлечен в этот проект, потому что это мой родной проект. А вообще, в городе, в моем понимании, с торговыми комплексами ситуация сложная. И я скажу, отвлекусь немножко, я в 15 лет, с 96-го года занимаюсь недвижимостью, из них с 98-го я вовлечен в развитие торговых центров. Как консультант, как брокер, как человек, работающий в составе девелоперской команды. Я думаю, что примерно треть торговых центров этого города запущен с тем или иным моим участием. То есть я понимаю, о чем говорю, и могу сказать, что мне не очень нравится та ситуация, которая сегодня сложилась с торговыми центрами в Петербурге. Ну, давайте охарактеризуем в общих чертах, то есть чем она характеризуется, вот эта ситуация. Торговых центров много, они одинаковые, состав арендаторов везде почти один и тот же. Сами торговые центры в подавляющем большинстве, скажем так, не являются лучшими примерами в этой области. Нам далеко до лучших примеров в Европе или в Северной Америке. И, если позволите, я попробую немножко пофилософствовать на эту тему, почему так получилось. Мне кажется, что причина очень проста. Почему даже в Петербурге, в Петербурге торговый центр чуть хуже даже, чем в Москве. Потому что в Москве девелопмент торговых центров, история торговых центров современных началась с охотного ряда. Который в 96-м году на Манежной площади, там три этажа вниз, не знаю, были вы или нет, первый торговый центр в Москве построен с помощью английских консультантов по иностранному, не помню, кто был архитектором чертежу. И был, вообще говоря, на уровне лучших торговых центров Европы. И глядя на... Люди смотрели на этот торговый центр, девелоперы следующие смотрели на торговый центр, и старались сделать, по крайней мере, не хуже, или что-то типа того. А в Петербурге картинка была совершенно противоположная. Наш первый торговый центр, как вы помните, это Балканский, 96-й, или 97-й год, возле метро Купчино, компания «Адамант». С большим уважением отношусь к этой компании, но, к сожалению, именно такого типа торговых центров, по сути, ярмарки под крышей. И задали тон всему развитию торговых центров на 10-15 лет вперед. И не знаю, когда мы начнем строить по-настоящему хорошие торговые центры. Ну, может быть, это просто вопрос эволюции. Понятно, что сначала была ярмарка, потом ярмарка под крышей, дальше там появился аквапарк в ней, потом более просторные помещения торговые и так далее. То есть, может быть, это естественный процесс, или все-таки мы в каком-то смысле отстаем от того, что... Мы начали с другой ноты. Я думаю, что мне хватит пальцев на двух руках и одной ноге, чтобы пересчитать действительно достойный торговый центр этого города. Остальные 105 нуждаются, ну, скажем так, мне не хотелось бы в них заходить второй раз. Ну, а в чем их недостатки с точки зрения людей? Ведь люди что хотят? Они хотят прийти, увидеть знакомые бренды, приобрести какие-то товары, зайти в супермаркет, купить продукты. Люди хотят. Может быть, с ребенком поиграть в какие-то игры, да? Знаете, люди хотят — это очень такая скользкая вещь, потому что Черчилль говорил, что управлять компанией, основываясь на результатах маркетинговых опросов, то все равно, что везти автомобиль, глядя в зеркало заднего вида. Люди часто не очень понимают, что лучшее есть в этой области. Не все ездили в Европу. Вот вам Apple и Steve Jobs. Он создавал новые гаджеты, он открывал новые рынки. Люди не знали, что бывает iPad или iPhone. iPad, извините. Он это делал. Точно так же в торговле ответственный девелопер должен изучить то лучшее, что есть. Должен придумать еще что-то на полшага вперед и сделать это. И тогда люди увидят, что да, вот оно хорошо, а то-то, куда я вчера ходил, это не очень хорошо. Но пока этого нового лучшего не появится, люди будут ходить туда, куда ходили вчера, и считать, что это нормально. Поэтому люди хотят... Положа руку на сердце, мы можем даже сейчас уже, наверное, сказать, что, в принципе, определенная усталость людей от того формата торгового центра, который существует сейчас, она уже есть. И даже когда мы читаем, например, публикации, касающиеся новых проектов, нового строительства, очень часто проходит общественное слушание или в какой-то другой форме высказываются мнения людей. И люди уже говорят, что зачем вы хотите нам сюда, на нашу улицу, воткнуть очередной торговый центр. Вот буквально из такого устойчивого фраза. А что придут эти инвесторы-девелоперы, что они сделают? Они воткнут очередной ТРК. То есть можно сказать, что и общество уже пришло к некоему пониманию того, что торгово-разыскательных комплексов в прежнем формате уже хватит. Да. Согласен с этим? Согласен. А что тогда является новым форматом с точки зрения девелопера, который будет людям более интересен и у которого есть перспектива? Ну, как раз в среде девелоперов, в сообществе, как вы сказали, девелоперов, хотя мне неизвестно, нет, но профессиональное сообщество, сформированное. Я сказал образно, да. Девелоперов, там нет единого мнения на этот вопрос. Этот вопрос девелоперами не обсуждается. Есть, может быть, консультанты, есть люди близкие к этой области, которые пытаются это обсуждать как-то через профессиональную прессу. А девелопер, к сожалению, его парадигма, его основа, его деятельность — это прибыль. И пока можно будет сделать дешевле и продать дороже, он будет это делать. Если он не будет так делать, он умрет, он не выдержит конкуренции, он обанкротится. То есть, так уж девелоперов-то совсем огульно не надо ругать. И тем более, слава, честь и хвала тем девелоперам, которые, поступаясь прибылью, инвестируют деньги часто в недешевые вещи, которые призваны воспитать в людях привычку, любовь к чему-то более прогрессивному, чем-то более гуманистичному. И такие вещи делаются сейчас не в большом количестве. Давайте я скажу то, что хочу сказать. Я не один год задумываюсь над тем, как вообще должны бы развиваться торговые центры. Так получилось, что последние три года я вовлечен активно в дискуссию урбанистическую о стратегии развития Петербурга до 2050 года, участвую в работе проекта «Будучий Петербург», в всему нужных конференциях даже кое-что предложили мы с господином Ольховским. И вот если все эти раздумья, многолетние дискуссии сфокусировать на разделе, на секторе торговой центра, то я могу сказать одну очень простую вещь. И это не будет новостью, на самом деле. Вы в Европе и в Америке это все увидите. Торговые центры должны дрейфовать в сторону общественных пространств. Более того, рано или поздно, я уверен, что торговый центр как таковой будет выглядеть совершенно не так, как мы сегодня видим. И строиться и проектироваться будет не так. Он будет в первую очередь тот человек, девелопер, который захочет получить прибыль, сдавая площади в аренду под торговлю, услуги, еще что-то, должен будет сначала запроектировать качественное, комфортное, многофункциональное, открытое, доступное всем общественное пространство. Оно привлечет посетителей, вот вокруг него можно будет уже на этот хребет насаживать, давайте так скажем, какие-то коммерческие торговые функции, куда эти посетители, находящиеся в общественном пространстве, зайдут и оставят свои деньги. Именно так. К сожалению, пока таких примеров, когда торговый центр сознательно, с первой секунды, с первого листа чистого белого, проектировался бы как общественное пространство, окруженное коммерческим функциям, я таких примеров в городе не знаю. Исключением, может быть, одного, о котором я с удовольствием расскажу позже. Ну, а давайте, чтобы тоже нашим зрителям было понятно, чтобы они поняли, что имеется в виду под общественным пространством. Ведь есть достаточно много торговых центров, например, Родео Драйв, в котором есть Аквапарк, есть другие торговые центры, в которых есть, ну, в каждом есть кинотеатр, это понятно. Сейчас, вот я побывал в нескольких, как раз, можно сказать, готовясь к этой программе, залиты катки, вот реально, не в одном даже видел, вот реально люди катаются на коньках. Является ли это, достаточно ли это для того, чтобы считать это общественным пространством? Я так понимаю, что нет, с вашей точки зрения. Абсолютно нет. Развлечение и общественное пространство – это далеко не одно и то же. И ТРК, торгово-развлекательные комплексы, они на слуху уже лет пять. И сейчас в некоторых ТРК доля операторов, предоставляющих услуги по развлечению, гостей, ну, доля в метрах, например, квадратных, достигает там 20-25%. Это много, когда-то считалось нормально 15% площадей. Но большая ошибка считать, что посадив стенка в стенку восемь операторов развлечений, вы получите общественное пространство. Наоборот, вы его не получите. Общественное пространство, ну, классическое определение, общественное пространство обладает двумя признаками. Пешеходная доступность – раз, и избыток возможностей – два. То есть это место, куда вы можете спокойно прийти или приехать на велосипеде, где вам не надо будет платить за каждый чих, где вы можете спокойно сесть на скамейку, где вы можете почитать газету, поработать там вай-фай, есть поработать в интернете. И пообщаться с друзьями, увидеть какого-то уличного музыканта, фокусника, или там какую-то выставку уличную. Как правило, это пешеходная улица или сквер, вот классическая. Пешеходная улица, сквер, кафе. Вот классическое воплощение, там, аватар общественного пространства. И в дополнение к этому вы можете там найти и воспользоваться платными услугами. Выпить чашку кофе, зайти в кино, поиграть в боулинг, в театр сходить, спортом заняться. Но это только дополнение к некому ядру, костяку, хребту, который должен быть бесплатен, доступен, удобен, комфортен и предлагать очень большой выбор функций. Вот такого вы не найдете ни в одном торговом центре, кроме, может быть, одного. Кроме, может быть, одного, который мы расскажем, наверное, чуть позже. Хорошо. Ну вот, опять же, приведу пример. Не так давно я зашел в Варшавский экспресс, бывший вокзал. Интересный, кстати, пример девелопмента, когда из бывшего здания вокзала, в общем-то, в каком-то смысле, это как-то по-европейски даже, ну, если брать сам концепт, потому что очень часто в Европе всякие промышленные бывшие объекты или там индустриальные и так далее переоборудуются в некие там центры искусства или там торговые центры и так далее. Но там я обнаружил, например, центр занятия керлингом. Да? То есть вот с этими... По-моему, единственным городом. Значит, да, гранитные вот эти камни, которые, значит, люди ну, каким образом там на льду перемещают, олимпийский вид спорта. Ну, каток, понятное дело, да, там кинотеатр, естественно. То есть какие-то клоуны, там, значит, все было, полно было детей, какие-то, значит, постоянно перформанс какой-то идет. То есть это все равно недостаточно. То есть пешеходная доступность, пожалуйста, метро Балтийская вышел, пришел на велосипеде, приехал. Ну, там с пешеходной доступностью как раз может быть не очень хорошо, потому что вокруг нет больших жилых кварталов, это промышленный район, обводный канал. Но в Варшавский экспресс очень хороший пример. И там действительно сделано очень много... Это такая площадка для экспериментов. Вот Атамант, с которого я когда-то не очень хорошо про него говорил, вот ему честь и хвала в том, что именно в Варшавском экспрессе он ставит эксперименты по взаимодействию с социумом, по предложению каких-то новых форматов. Вы забыли, что там есть, не помню, как называется, но радиоуправляемые танки ездят по городу. Да, точно, я это видел, да. Да, тоже хорошая штука. Здорово, но... Это, наверное, один из самых хороших примеров в городе. Но опять-таки, все, что вы перечислили, это платные услуги. За исключением, может быть, праздника детей, что вы сказали. Может быть, вы найдете там скамейки, где можно присесть. Но все остальное, это кафе, где надо заплатить, это керлинг, где надо заплатить, это кино, где надо заплатить, каток, где надо заплатить. И вот если бы они еще дополнили с Варшавским экспрессом тысячей квадратных метров, просто место, где можно там побеситься детям, посидеть взрослым, полежать на травке. Кататься на скейте. На скейте. Интересно. Ну, под крышей не знаю, но допустим. Под крышей есть скейт-партия, да? Да, есть. Правда, тоже платные. Да, это верно. И вот дополните Варшавский экспресс даже не тысячи, там, пятью сотни таких метров, и будет очень хороший пример. За исключением того, что все-таки пешком до туда идти тяжело. Я более того скажу, Адамант пошел на это, потому что там не очень большая посещаемость. Не очень большой поток. Он не на Дмитро, как все остальные Адаманты. И из-за этого пришлось искать. Понятно. А вот такой пример из дореволюционной жизни Петербурга. Есть пассаж, да, знаменитый на Невском, который сейчас, ну, не знаю, как по вашей оценке, ну, он, может быть, немножко утратил свое значение, как некое общественное пространство. Но, тем не менее, если вспомнить, каким он был до революции, там был театр Комиссаржевской при этом. Это была часть пассажа. Часть пассажа, да. Дальше там, естественно, променад, скамейки и так далее. И я не знаю, сколько достоверной информации, мне вот недавно сказали, может быть, это какие-то из разряда легенд, что в пассаже, в том числе, стояли женщины легкого поведения, где-то там, в первых этажах. И люди приходили туда еще, чтобы социализироваться. Но вот эту деталь я не помню, к сожалению. Женщины. То есть, является ли это примером какого-то протопопытка создания общественного пространства? Я не утверждаю, что в общественном пространстве обязательно должны быть женщины легкого поведения, и без этого это не общественное пространство. Не обязательно. А пассаж, да, это очень хороший пример, он специально был сделан для нарождающегося или народившегося уже общества буржуа, тусовщиков, как сейчас бы сказали. Более того, лавки там были, насколько я помню, на первом этаже, к третьему этажу это были больше какие-то там выставочные площадки, там художники выставлялись, стихи читали. Прекрасный пример. Да, пассажа нам сегодня не хватает. Посмотрим, что сделает Дженсен Групп, который недавно пассаж купил, и сейчас через два года должен закончить реконструкцию и что-то нам явить. Ага, вот так, да? Да. А, кстати, вот раз мы затронули, ДЛТ сейчас находится на реконструкции, как вы думаете? Ну, они должны были закончить, по-моему, полтора года назад. Сейчас продлили еще раз срок. И последний слух, что вообще здание будет передано под офисные функции и вот чуть ли не Газпром. Чуть ли не Газпром. Ну, вы знаете, когда речь идет о Газпроме, конечно, невозможное возможно. Возможное возможно. Да, все может быть, потому что Газпром может предложить такую цену, что и Меркурий продаст. Но вообще, я бы считал, что это будет огромная потеря для города. Хотя я не считаю, что Меркурий в том виде, в котором есть в Москве, в Петербурге, крайне необходим. Меркурий — это тоже девелоперская структура, правильно? Меркурий — это бренд Department Store, универмага по-русски, который открылся в Москве лет шесть назад. Он там очень успешен. Это выше среднего и люксовые марки по двойной цене относительно Милана, например. Это дорогие часы, это ювелирка, большой многоэтажный магазин, куда приходят люди с хорошим достатком, и для них это комфортно. Вот что-то подобное они хотели повторить в Петербурге. Они взяли это здание до кризиса, потом грянул кризис, потом, видимо, была какая-то пауза на подумать, но здание закончено, там надо открывать уже торговлю. Может быть, не люксовую, может быть, среднего, выше среднего, но открывать надо. Офис, это здание не предпособлено под офисы. Там невозможно работать. Хотя, Газпром может все. Ну, а вот для таких людей, для такой категории людей с высшим уровнем достатка, для них тоже требуется создание вот этих общественных пространств? То есть, они не исключение? Или вот этот формат department store, это вот просто бутики, и все, и достаточно? Ну, есть такой формат торгового центра, как luxury gal, люксовая галерея. То есть, это набор магазинов, как правило, не очень больших, но очень дорогих, и такой формат существует, он успешен, на центральных улицах, разных городов, он работает. Насчет общественного пространства для состоятельных людей, это очень отдельная тема, потому что, по определению, общественное пространство, публичная зона, тем и привлекает людей, что туда попадают разные социальные слои. И, наблюдая представителя другой социальной группы, это бомжа, например, или нищего, который там сидит, или каких-то скейтеров вот с такими ирокезами, ты идентифицируешь себя со своей социальной группой, а они со своей, наблюдая тебя. И вот это вот, это один из таких тонких, тонких материй общественного пространства. Поэтому не бывает общественного пространства отдельно для этих, отдельно для этих, они все там должны быть. Более того, общественное пространство, раз уж меня понесло, это очень важный демпфирующий элемент, который демпфирует социальную напряженность и неравенство, потому что Общественное пространство позволяет тому же малообеспеченному или даже бомжу прийти в приличное место, посидеть на приличной скамейке, почувствовать себя человеком. Это снижает напряженность. Я сейчас не придумываю, это написано в книгах, в толстых. Ну, допустим, в Лондоне я даже легко представляю, что если бездомные приходят в какое-то публичное место, у нас люди, готовы ли они к тому, чтобы рядом будут сидеть... Они могут не осознавать, что они готовы, но если они не увидят представителей других социальных групп, они почувствуют себя немножко обделенным. Мне же интересно социализироваться, мне интересно почувствовать принадлежность к своей группе, мне интересно понаблюдать других, люди обмениваются какими-то невербальными сигналами. На эту тему очень много книг написано, я с большим удовольствием их читал, вряд ли сейчас так подробно все это расскажу. Давайте еще раз к общественному пространству вернемся и к идее общественно-торгового центра. Что там должно быть помимо вот этой бесплатной большой зоны? Может быть, какие-то специфические культурные объекты? А вот дальше-то на самом деле девелоперу, что называется, карт-бланш предоставлен. Если и когда такое пространство сделано, то вокруг него можно нанизать функции коммерческие. Но самое интересное, конечно, рассказать про некоммерческие. Ну, поделитесь, может быть, на примере вашего. То, что мы сделали в Гранд-Каньоне, мы открыли на 23 тысячах метров проект, который назвали «Дивный город». Нашей целевой аудиторией были семьи, дети, наверное, даже от года и до 14-15. И мы не ограничились тем, что сделали большую площадь, там 3 тысячи метров улицы площадей, там тысяча метров квадратных центральная площадь. Это все под крышей? Это все под крышей, да. Это там, где был один развлекательный клуб, который уехал на этих площадях. И вход туда бесплатный? Конечно. Это залог успеха общественного пространства? Это вообще отдельная тема. Вот частные публичные пространства – это вообще отдельная тема. То есть пространство, которым принадлежит частному лицу, но он пускает туда всех. Это тоже, об этом можно долго говорить. И там 30 магазинов с детскими товарами, там большой развлекательный оператор «Фан-Сити» на 1800 метров. Один из самых больших в городе. И самое интересное в том, что мы вокруг площади, которая выполнена как площадь старого европейского города средневекового, а фасады магазинов не из стекла, а как фасады домов средневековых, в пахверховых, камень, итальянский стиль. И вот вокруг этой площади собраны магазины очень специальные, которых мало где есть. Игрушки ручной работы, лавочка детских книг, пансерская принцесса. Там собраны необычные магазины. И самое главное, там есть операторы, которых мы внедрили специально, пригласили специально. Это операторы, которые делают этот проект уже не торговым, совершенно не торговым, совершенно особым. Это Академия талантов, что-то типа Дворца пионеров, куда родители могут прийти, оставить детей на час-два, на лекцию, на занятия, они могут что-то узнать. Это Китбург, о котором сейчас очень много говорят. Он открылся три дня назад. 3000 метров. Это взрослая страна для детей, куда приходят дети, родители не пускают. И дети учатся там взрослым профессиям. Получают деньги, паспорт, трудовую книжку, и идут, и работают полицейским. Сейчас их правительство собирается отменить их в России, а вы отменили детей. А вот там они останутся, раритетные. Ничего, это важно, потому что там отмечается, какой курс прошел. Прошел ли он курс пилотов, можно ли выпускать в самолет, управлять самолетом. Ну, там тренажер, самолет летит в Египет, в уме раскопки. Так вот, Китбург — это отдельная тема. Но самое главное, наша гордость — это то, что мы открыли, через три дня открываем, там театр. Театр? Да, в торговом центре открывается театр. Девелопер, находясь в здравом уме, в твердой памяти, принял решение инвестировать очень немаленькие деньги в настоящий театр, где днем будут играться детские спектакли, а вечером будут даваться представления драматические для взрослых. То есть мы оживляем эту площадь тем, что делаем, сажаем вокруг нее не только торговые функции, не только развлекательные, а функции развивающие, образующие, просвещающие культурно. И вот в этом особенность проекта, поэтому я говорю, что это общественное пространство в ядре, вокруг этого ядра, то, что вы спросили, садятся функции, которые, может быть, даже и не приносят доход, но которые очень серьезно работают на репутацию, на поток, на лояльность посетителей. Ну, что особенно актуально в эпоху, наверное, уже такого постмодернизма и постпотребления, когда само потребление уже не является самоцелью, и люди приходят скорее для некого развития, для того, чтобы получить какой-то интерес от общения друг с другом и уже во вторую очередь покупать товары. Но, к сожалению, время нашей передачи довольно-таки ограничено, очень интересно было с вами беседовать. Я думаю, что наши телезрители тоже получили представление о том, в какую сторону могут развиваться пресловутые ТРК, торгово-развлекательные центры, которых сейчас строится очень много. И Борис Юшенков, помощник президента по развитию группы компании GC Group, который развивает комплекс Гранд Каньон, рассказал нам сегодня о том, каким может быть торговый центр, ну и, может быть, мы сможем увидеть это воочию, посетив этот торговый комплекс. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо. До свидания. До свидания.